Илья Бояшев. Бонсу. Быль. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Уильям Шекспир. Гамлет. Глава первая. Жили-были в годы войны два летчика. Штурман Алешка Демьянов и пилот Вася Чеваркин. И служили парни не где-нибудь, а в первой перегоночной авиадивизии. Оба в составе одного экипажа доставляли из Америки в СССР добротные американские бостоны. 28-летний Чеваркин имел за спиной службу на Крайнем Севере. Демьянов, будучи на три года помладше пилота, считался способным штурманом и успел повоевать на Белофинской. Понятное дело, летуны рвались на фронт. Но каждому раз за разом отказывали. Для перемещения драгоценной техники требовались спецы. А с опытом и у того, и у другого все было в порядке. Небо над Юконом в 1943 году постоянно жужжало. Трасса Алси была весьма оживленной. И перевозили по этой воздушной трассе в Якутск и далее. Оборудование для радиостанций, мединструменты для госпиталей, лекарства, оружие, сало, тушенку, яйца, иголки, бумагу, слюду, резину. Ну, короче, все, чем тогда делилась затянувший ремень на последнюю дырочку России богатая и вальяжная Америка. И делилась, надо заметить, не просто так, а за щедрое русское золото, которое отправлялось в страну демократии обратными рейсами. В СССР ценили и швейные машинки фирмы Зингер, и шоколад, и обыкновенные гвозди. Но ленд-лизовские самолеты все-таки стояли в особом ряду. Принимали их отечественные летчики, в том числе Демьянов с Чеваркиным, из американских рук в Фербанксе, городе в самом центре суровой Аляски, где, как и в Сибири, особо не забалуешь. Этот богом забытый городок был избран для подобных операций из-за своей удаленности от побережья. Делать местом передачи не менее захолустный, расположившийся возле океана Ном, союзники не решились, так как к местным берегам подбирались ловкие и наглые самураи. Часть Аляски японцы тогда уже оккупировали. Двухмоторный Бостон А-20 – птичка послушная, проблем с ним особых не возникало. В управлении бомбардировщик по простоте мог дать фору более сложным отечественным пешкам. Легко взлетал и легко садился, в случае чего спокойно шел на одном двигателе. Виражи закладывал непринужденно, да такие, что закачаешься. Моторы работали надежно, запускались с полоборота. Ресурс райтов превышал ресурс отечественных двигателей вдвое, а то и втрое. Подобному качеству советские летчики радовались. Но, с другой стороны, конечно же, за собственную промышленность огорчались, и, сравнивая с американской, частенько ее поругивали. Сидеть в кабинах А-20G, прозвище самолета «Жучок» – одно удовольствие. Обзор – отличный кресло, мягкие, спать в таких, а не летать. Да еще и с бронезащитой. А чего стоила система кабинного отопления? Конечно, были и недостатки. Но касались они в основном использования Бостона в бою. И для мерных перегонов значения не имели. Так дело и шло. Прилетали Демьянов с Чеваркиным за очередным «Жучком» на американский аэродром. Останавливались в местной казарме, где выделено было русским пилотам несколько двухкоечных комнат. Питались от пуза в летной столовой. Лопали качественный шоколад. Курили «Кэмл». И ждали. Когда дотошные отечественные инженеры облазят, обсмотрят и обнюхают очередной доставляемый далекому фронту самолет. А затем надевали парашютные сумки, забирались в новенький Бостон и, как говорят американцы, «гуд лак, Раша». Времени у них для отдыха в этом самом заграничном Фэрбэнксе в случае плохой погоды или задержки с приемкой было предостаточно. Матрасы в казарме упругие, без пролежней. Наволочки всегда свежие. Душ есть. На столе обязательно графин с водой. На окнах противомоскитные сетки. С полой здесь хорошо. Елась за двоих. Однако, несмотря на слаженность как профессионалов, между пилотом и штурманом не все было гладко. Сказывались и усталость от напряженной работы, и разница характеров. Чеваркин – природный молчун. Его за глаза даже прозвали Вася Могила. Демьянов – любитель не только поговорить, но что опаснее и пофилософствовать. Причем философствования его были далеко не безобидны. Когда появился он в Фэрбэнксе в первый раз, то помнен оставление людей из соответствующих органов, еще озирался и помалкивал. Тем более чутких ушей оказалось и здесь немало. Трудилась на аэродроме целая советская колония. Из военспецов-приемщиков и товарищей, которые особо себя не афишировали, но цепко держали аэродром и окрестности в поле зрения. Однако, за первым последовал еще один перелет. И еще. А когда счет пошел на двадцатый вояж, и сотрудницы столовой, две маленькие коренастые эскимоски, похожие друг на друга, истинно черными волосами и северной роскостностью глаз, и негритянка с грузями дынями и русским именем Нина, стали приветствовать его как своего. Демьянов осмелел и даже стал подмигивать кое-кому из попадающегося по дороге персонала. А вскоре и вовсе активно заговорил на пальцах с американскими техниками. Короче, жизнь демократической Америки ему откровенно нравилась. Как правило, на все попытки штурмана завести разговор о политике, Чеваркин отмалчивался. Если отвечал, то односложно, взвешивая каждое свое слово, подобно увесистому камню. А Демьянова словно нарочно, как только оказывались они в американской казарме, кто-то за язык принимался дергать. С каждым разом речи его становились все развязнее. Дошло до того, что Чеваркин однажды буркнул. «Ты трепло! Случайно не из буржуев сам будешь!» Демьянов сразу покраснел и стал клясться, что он происхождением из самой что ни на есть псковской рабоче-крестьянской семьи, пострадавший от кулаков мироедов, и по этой причине был принят в местный аэроклуб в возрасте еще 14 лет. На какое-то время словоохотливый Алешка сдулся, а потом опять осмелел. Выйдет, бывало, на аэродромную полосу, вдохнет полной грудью, да и скажет, если, конечно, поблизости своих нет, и рядом только один Вася. «Хорош здесь воздух! Пьешь, как воду!» Чеваркин спрашивает. «Чем тебе, Лешка, в России воздух хуже?» А тот отвечает с обезоруживающей откровенностью. «Не такой он, Вася!» «Ей-ей, не такой!» Чеваркин пробурчит про себя «ну-ну» и дальше молчит. Правда, однажды товарища предупредил. «Попадешься ты со своим языком. Я одно дело. В случае чего я тебя не слышал и глупости твои не понял. А ляпни что-нибудь у нас. Прощай карьера советского штурмана. А с того, как сгуся вода». Эти Алешкины выходки не только воздуха касались. Достанет сигаретную пачку, распакует, воткнет сигарету в уголок рта, чиркнет зажигалкой, на которой с одной стороны изображен белый орлан, а с другой полуголая девица. И как нарочно. «Хорошие у американцев сигареты?» «Я после них наш табак курить не могу. Дерет горло, как наждаком». Здесь Чеваркину крыть нечем. Действительно, у американцев сигареты хорошие. А Демьянов, как ни в чем не бывало, затягивается с наслаждением и продолжает. «Что буду делать без них? Ума не приложу». Вася скажет «Заткни свой рот. Тебе и прилагать нечего за неимением этого самого ума». А Демьянов не обидчивый. «Брось ты дуться. Я же правду говорю. У нас коммунистическая партия требует говорить правду?» «Требует». «Требует быть искренним?» «Требует». «Вот я, к примеру, как комсомолец, и ты, к примеру, как коммунист». Разговоры о Васиной принадлежности к партии его всегда выводили из себя. Дело это казалось ему интимным и касалось только его самого. Поэтому, стоило только Болтуну Штурману коснуться партийного вопроса, он разговор обрывал. Что же касается Штурмана, не было в словах Демьянова никакой издевки над товарищем. Совершенно не хотел он его провоцировать и подначивать. «Получалось все у Алешки искренне. И восхищение Кэммелом, и безопасными бритвами магазин Репетин Рейза, и досада на кондовые отечественные папиросы. Вот за такую-то простодушную откровенность Вася на него больше всего и злился. Демьянов даже толстую негритянку хвалил. Их казарма и барак обслуживающего персонала столовой находились напротив друг друга. Однажды, когда из-за дождя летчики застряли в Фэрбэнксе на целые сутки, вышедший ненадолго в душ Чеваркин, вернувшись, застал своего товарища за постыдным занятием. Прильнув к подоконнику, Лешка жадно смотрел на соседние окна. А в одном из них, освещенной лампой, красовалась Нина. Видимо, только сменилось дежурство. Раздевалась она медленно. А Лешка глаз от нее не мог отвести. Да и Чеваркин застыл, словно вор. Редактор субтитров А.Семкин